Девушки отдыхают На рынке труда по-прежнему не хватает слесарей, токарей, бульдозеристов и этот список можно продолжать. Прогресс в области развития техники усилил и без того повышенную конкуренцию. Девушки отдыхают Баклавириад, я не один год занимается ремонтом и обслуживанием дорожно-строительной техники. Это, пожалуй, одно из выгодных направлений в бизнесе. Предприниматель знает не понаслышке. Проставивание производства быть не должно. Это потеря денег. А потому Владимир Эрман советует упор делать на обучение специалистов. Сейчас уже как рабочая профессия строители дорожных машин, кто эксплуатирует и ремонтирует, нам уже нужно как минимум младший баклавириад. Ждать специалистов бесполезно. Мы должны будем обучать совместно, совместными усилиями. И здесь нужно, чтобы государство приняло активное участие. Дефицит квалифицированных рабочих кадров – тема не новая. Но именно сегодня власти по-новому взглянули на эту проблему. Жесткой критике подверглась вся система профтехобразования, в которой идет неоправданный дисбаланс. Обучение самым востребованным рабочим профессиям в наших колледжах составляет лишь 20%. В ведущих странах мира этот показатель равен 80%. Еще в начале года глава государства потребовал восполнить этот пробел. С нового учебного года в стране запустили новый тренд. Первая рабочая профессия бесплатна. Причем в кооперации с бизнесом были пересмотрены практически все учебные программы. Ведь именно частный сектор сегодня диктует потребности на рынке труда. У нас были дублирующие предметы, повторяющиеся дисциплины, и мы пересмотрели эти программы. В целом вся программа ТИПО до 50% она согласуется и формируется по требованиям работодателей. Согласитесь, что это очень важно для сегодняшнего времени. Мы помогаем выпускникам школ, которые не поступили в учебное заведение. В силу различных причин. Не прошли ИНТ и так далее. Мы через программу занятий направляем в техническо-профессиональные организации для обучения. Сегодня в этом году 21 300 таких выпускников школ мы за счет бюджета программы занятий направили. Столичный колледж транспорта и коммуникации в этом году впервые принял 50 студентов по специальности энергосбережения. Профессия выбрана не случайно. Это одна из тех, на которые большой спрос. И через два с половиной года потенциальные работодатели уже готовы будут их взять на производство. Потому что век технологий. Электричество повсюду. Мы уже ходили на экскурсию на некоторые электроподстанции и нам сказали, что мы там возможно будем работать. Специальности она предоставляет бесплатное обучение, бесплатное питание, что очень хорошо для меня, потому что я из многодетной семьи и это большая помощь моим родителям. При поступлении нам говорили, что у нас трудостройство будет 100%ное. Система дуального обучения теперь предусматривает еще и введение новых профессий. Колледжи на это особо ориентированы. Здесь, к примеру, сегодня впервые открыли специальность энергоменеджмент. И один из партнеров, крупная нас компания, уже разместила первый заказ. А это лаборатория по возобновляемым источникам энергии. Здесь будущие специалисты нового профиля. Пока же студенты наглядно изучают процесс получения энергии от солнечных панелей и ветровых установок. На следующий учебный год мы хотим открыть, получить лицензию по таким специальностям, как логистика и по ВИЭ. И еще есть новая специальность гибридная энергетика. Мы по этой специальности тоже хотим получить. Некоторые специальности, они постепенно исчезают с рынка. А это все время диктует новые специальности. Кто мог подумать, что вместо бензина мы будем на водородном двигателе работать. К сожалению, в Казахстане специалистов, необходимых нам для производства, не готовят. У нас появляется необходимость в том, чтобы наши сотрудники осваивали эти технологии, соответственно, расширяли свои знания и осваивали не одну, например, операцию, как они раньше выполняли, а уже несколько. У нас профессия монтажист, можно сказать, вымерла. И появилась новая профессия – оператор CTP. Заказчики ждут оперативности, отмечают в типографии, а технологии позволяют ускорить все процессы, на которые раньше требовалось значительно больше времени. Сегодня наиболее востребованный специалист – это универсальный. Он имеет не одну, а две и даже три квалификации. Вот на что ориентирован бизнес. И власти услышали посыл. Перечень профессий обновляется. По информации Министерства образования в этом году в национальный классификатор ввели 29 новых специальностей. По ним сейчас идет разработка новых учебных программ. Например, биотехнологи, то есть какие-то новые профессии, IT-медики. То есть сегодня рынок диктует нам свою потребность. И мы видим, что только те профессии, которые у нас были в классификаторе, по которым мы привыкли готовить, что это сегодня рынок не удовлетворяет. И мы сегодня видим, какие профессии нам нужны. Я знаю, что в Караганинской области 15 новых специальностей открыли. То есть это, например, одна из в этом году популярных специальностей – это мехатроника. Сегодня мы начали готовить мехатроников системно. Я не знаю, кто сейчас может предсказать, какие профессии будут. Но тем не менее, мы в рамках модернизации нашей экономики, мы работаем с предприятиями. Мы с ними составляем дорожные карты. И какие-то будущие потребности мы пытаемся вывести. Карагандинский горно-индустриальный колледж – еще одна кузница кадров. Горные и строительные профессии для этого региона в приоритете. И здесь также открыли бесплатное отделение. Сварочному делу молодых обучают уже по современной методике. Очень интересно, когда производишь саму сварку, когда смотришь через маску, как наплавляется металл. Все это очень красиво, ну, завораживает духажно, когда смотришь, особенно в первые разы. Пойдя сразу же после 11-го в ВУЗ, моим родителям это было накладно по 400-300 тысяч копить за обучение мое. А так после колледжа я уже могу сам зарабатывать и учиться. Я всегда говорю, иметь рабочую профессию – это всегда честный кусок хлеба. Поэтому они должны получить бесплатную профессию. Но если по нашим специальностям, то это электрослесарь подземный с обслуживанием автоматизированных вот этих систем. Вот это, кстати, мы эту квалификацию открыли в этом году. Между тем, безработица среди молодежи, как это ни парадоксально, по-прежнему остается острой. Это озвучили и депутаты парламента. Причин, по их мнению, целый ряд. Это и чересчур завышенные ожидания по карьерному росту, и низкая информированность о состоянии рынка труда, и высокая конкуренция. Особую тревогу вызывает то, что за последний год доля молодых людей, которые нигде не работают и не учатся, составила 9,5% от количества населения в возрасте от 15 до 28 лет. Это данные Центра прикладных исследований ТАЛАП. Непривлекательность рабочих профессий вполне объяснима. Речь идет о производстве, опасные условия труда, рост несчастных случаев. Все это по-прежнему актуально. В Министерстве труда не отрицают. Система компенсационных выплат в Казахстане слабая. В карте трудовых рисков ежегодно регистрируются до 600 новых случаев профессиональных заболеваний. Ежегодно более полутора тысяч работников получают травмы на производстве и порядка 250 погибают. Расходы на различные компенсации работникам за работу во вредных условиях труда увеличились с 78 миллиардов в 2012 году до 100 тысяч миллиардов тенге в 2016 году. А можно было сократить все эти расходы и намного уменьшить нагрузку самим работодателям за счет улучшения условий труда или за счет перевода работников на более безопасные виды работы. И тем не менее эксперты советуют родителям задуматься над профессиями будущего. А это все те же преимущественно технические. Развитие ускоренное идет IT-сектора, нанотехнологии, машиностроения. Кто же будет востребован лет через 10? Пока точно не скажет никто. Но уже все понимают без слов, ориентиром всегда будет бизнес.